все больно ты подбежал ко мне там меня бить ногами это ты подбежала и начала бить что за получается больше меня не помучаешь ломка зачем ты сделала вышла с людьми люди меня спасут от тебя маньяк ты ничего не спасет ты чё сделал поставил чайник он что в газ выключился он бывает сразу брутал жизнь привет займусь собой похуде да господи похудеть и это того чтобы было что нам не хватило трех месяцев свистик свистик и не делать вот привет ребят попросит хорошей жизни не модно быть поправленным знаете сейчас можно поправьте на просто жареные картошки спорный вариант наоборот как раз таки чтобы быть стройным потянутым и худым то тогда хорошая значит жизнь если ты толстый жрешь хлеб сало картоху жареную и потом ты распухаешь а сейчас хорошая жизнь это покупать время фрукты и овощи там рыбу такое питаться этого дорогого стоит понимать вообще похудеть я не заморачиваюсь похудением потому что я сама по себе у меня такая расположенность фигуры что я вверху худая внизу полная и это у меня такая генетика и мне просто надо я знаю мне надо худеть поэтому это у меня заложено мной и и я знаю еще ну можно есть все что угодно чтобы похудеть самое главное самое главное это много двигаться много двигаться все вот будете бегать как я на амазоне то будете худенькие такие ручки будут такие вижу чем я уже месяц честно говоря сижу дома и честно я уже прям вообще уже не могу сидеть дома как вы хорошо видите куда вам худеть это он так кажется у меня бедра вот полные и живот мне вечно ты беременна но это все скидывается легко я за месяц на амазоне когда работала за месяц я сбросила 4 килограмма ну я там ходила конечно по 20 километров в день по 20 по 30 каждый день как 4 раза в неделю по 20 километров я схуднула на 4 когда я ела все все ела все ела поэтому если ты и я для себя поняла у меня организм такой я могу есть все что угодно мне главное двигать все чтобы вообще отлично выглядеть не ну я конечно не совсем корова принципе есть конечно люди по потолстеет меня вот в принципе порция ем большие моя легко мы с юра не расположены к полноте мы если двигаемся начинаем двигаться то у нас метаболизм быстро ну как бы быстро работает и мы худеем быстро вот а есть люди которые сидячий образ жизни например сидячая работа то им тогда похудеть конечно тяжело для них только выход один это обращаться к диетологу узнавать свою группу крови и худеть сидя то сидишь на диванчике и подбираешь какие-то продукты пить какие тебе витамины пить я же говорила что мы на другую работу оставляем понедельник уже идем на другую работу смотрите меня помню 171 рост вес был вес был вес был по моему когда я приехала в польшу он был у меня 63 вот что три доходило как ты до 65 было такое дело 63 короче у меня было сейчас у меня минус 4 сколько это примерно получается там кто-то спрашивает юру подруга мне тоже интересно смотря какие подруги вот подругам нет подруга мне ревную скорее всего может быть каким-то незнакомым людям потому что гнук девушкам потому что я не знаю что таких девушек ждать чего ожидать вот и как бы эффект неожиданности то таких конечно надо держать на стороне а подруг то нет ну как-то и мало ведь юра ведь соприкасается с подругами но бывает там за постой у меня подруги все-таки полненькие вот или там не знаю ну как бы немножко я знаю что-то не его вкус как бы и надо знать с кем дружить с какими подругами понимаете вот вот есть незнакомые девочки дам не мои подруги то вот этих надо там опасаться на работе где-то быту надо ходить на одну работу вместе что так с этим меня же волосы вот растут видите сколько и меня все так или не стриги не стриги я вот так вот была подстрижена по моему в сентябре вот так вот ведь уже какие волосы и еще даже вот тут растут волосы новые вот видите у меня с утра вообще был такой пушок я прям вот так вот взяла сейчас провела и прямо так и много короче волос своих растут в ширь густоту еще раз помимо длины то в густоту вот видите вот это все новые волосы новые луковицы вот с волосами нет проблем есть так проблемы там но почему-то с волосами нету растут волосы и в ширь и в длину вас это обновляет черный за счет подруг надо знать кого рядом ведь но это да мне кажется вам идет больше вам идет небольшая длина вот мне тоже так кажется но я посмотрю всех в инстаграме мне хочется длинный волос пошедом блин мне так быстро волосы растут и такие тоже длинные бывают и начинают пускать но но все равно надо конечно делать так как тебе идет а не так как у кого-то вот тоже это а ну это длинный короче у меня утром прям такой пушок был такой большой я прям столько волос много было офигеть это сейчас они прилижались да по трудовой когда гп какой кп так что вот такое вот похудение так само еще сколько днем юра тоже скуднет и просто надо много-много двигаться много заниматься спортом но понять у кого сидячая работа кто потом приходит с работы домой тут естественно не хочется вморачиваться нити спортзал никуда но все равно например я стала резко поправляться когда мне еще появилась машина вот еще на доме 2 помню я стала поправляться только появилась машина то все потому что я ходила даже за семечками на машине ездила знаю как похудеть поэтому для меня это не сложно когда говорила шире мне все слышались так что вот так долго ждали одобрения визы но если в россии подаетесь то визу это нету недолго где-то знаете неделю минимум ну может быть 2 максимума так вот если через украину там вообще очереди большие так далее но они остались по безвизу а в россии нет россии быстро россии могут даже за четыре дня сделать при хорошем раскладе вот так что очень быстро приходишь мы как делаем у нас на руках есть приглашение рабочие мы имеем приглашение от работодателя приходим визовый центр и все и там нам делают заявление заявление сама не выполняла ни разу потому что боюсь ошибиться или еще что-то поэтому всегда доплачиваю девочкам там 300 рублей и они за меня заполняют заявление только единственно страховку я не покупаю визовом центре но это визовый центр который работает напрямую с консульствами и им же доставляет весь пакет документов вы наверно знаете это ввс global ввс global их услуги бесплатно они вообще от вас просто принимают документы вы можете сами заполнить заявление прийти с ним уже газ готовыми документами просто сказать вот отправьте в консульство и все они отправят но если вы немножко туповаты там или боитесь чтобы ошибку сделаете написание заявления от как я например то вы можете заплатить там за ксерокопию там 10 рублей листик дорога не ксерокопия какой 10 рублей 20 рублей у них листик ксерокопия а вот потом че еще анкета не вам заполнит такое страховку там купить можете все я ну вообще девочки как правило я всегда еще за плачу за анкету потому что девочки как правило все подсказывают например говорят у вас тут надо вот эту еще копию одну сделать или там у вас тут то 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 надо еще написать ну как бы подсказывают и мне 300 рублей погоды не сделать но зато буду гарантировать ну гарантированно знать что мне все будет хорошо вот че еще по визе а единственно страховка вот страховка смотрите они навязывают даже на этом сайте ввс глобал навязывает страх страховку росгострах росгострах очень дорогая непосильная страховкой и можно делать другой я короче захожу раньше у них же на сайте ввс глобал было короче сайт переход на черепаха короче зайдите с черепаха это типа как авиасейс где он куча всяких авиаперевозчиков да то сайт черепаха вы заходите на него пишите допустим какая вам виза нужна о и страховка и там но я обычно какую беру страховку для визы например нужна месячная страховка на месяц ты должен быть потому что потом тебя оформляет работодатель за тебя страховку платит и я например покупаю такую страховку я пишу что мне нужна месячная страховка на срок на месяц но она будет истекать с момента моего въезда то есть только тогда когда я въеду в страну не тогда когда типа там с января по март а вам может виза еще не успеть на руки прийти а страховка ваша уже начнет действовать поэтому я вот например беру такую типа на 30 дней в течение года типа я должна 30 дней из расходовать с момента въезда да можно напрямую к ним обратиться и там короче страховки такие то себе руза 1300 рублей страховку вот такую вот на месяц шенген зону расходы покрывает там сколько 30 тысяч евро по моему и все предберли но это такое вам заметочка можете все подсели на эти марафоны платные юр говорит открывал тоже марафон будешь людей консультировать как визу открыть куда по поводу работы обратиться девочка тоже мне пишет по поводу работы самом деле много тоже в личку пишут мне как бы не хочется вода пиарить там такие компании как вот ран стат вы написали да конечно вы можете попасть к ним и так далее но я не работаю на ран стат не работаю на черепаху новая с global там не нами просто делюсь такой информации до полезной но мне не падят не они не вы да то есть никто за эту информацию никому не платит поэтому вы конечно обратитесь просто то еще лучше поищите на фейсбуке наших группах с отечественников очень много не одно не прожить по поводу работы обратиться и груда конечно можете ограниченные работы они конечно они даже сейчас ваш с вас ну не спасай медуза заработают на вас короче если вас порекомендуют там какую-то там фирму то они вас еще на вас как бы наживутся но нет ни в том плане что с вас деньги возьмут а то что вы как сотрудник к ним придете а юли зачем визу не уже украинский паспорт по нему можно по европе спокойно кататься визе юре виза и не нужно но он может три месяца только виза дается вот юры например сейчас не было рабочая виза на полгода потом по безвизу приезжал а сейчас третий раз он приехал у него годовая виза то есть 360 дней может находиться а безвиз всего на три месяца до процент до группах там агентство сплошные пишет а в польше рассады тоже агентство вот я работал на amazon через ранстат и только через три месяца ты можешь на amazon устроиться то там везде все нас польша все трудоустраивать только через агентство но очень редко и мало вот мы сейчас устраиваться напрямую ну это мы ждем месяц оформления и все так нудно долго кучу такую стопку бумаг подписываем вот с агентством немножко проще ты вообще не заморачиваешься за тебя все заполнят за ручку тебя приведут заселят тебя в общежитие или в хостел заполнить за тебя все бумажки нами медосмотр тебя запишут за тебя еще и пройдут и пробирку наканкает. То есть агентство делает все, что лишь бы ты только работай. Вот, то есть и большинство, то есть Польша это нормальная практика, работать через агентство, это... Даже поляки работают через агентство, это нормальная практика, ничего здесь такого нет, то есть они же вам потом и платят зарплату, то есть вам платят, им платит работодатель, они потом... Язык можно учить по ходу пьесы, язык несложный, очень многие слова похожи, если кто из Украины, те вообще легко даются, особенно Западной Украины. Блин, услышал какой вес и рост, 172 где-то у меня рост, 171, а вес был 63, но сейчас минус 4 килограмма, то сколько? 63 минус 4, 59. Деньги берут до, а потом кидают. Так деньги не надо никому давать. Какие деньги берут, кто кидает, кого кидает, не надо никому деньги давать. Все делает работодатель никто, если с вас берут деньги, то значит не идите туда. Господи, давайте о другом поговорим, теперь вечер, только переезд будет обсуждаться. Давайте, задавайте темп, идею. Получили приглашение до работодателя, мы получили через знакомого, поэтому просто для визы, там левое приглашение, просто для визы, а потом мы уже приехали, позиняли работодателя. Для виз, ну просто мы не срослись с тем работодателем, просто открыли визу и все. Все, я прочитываю, что тут такое. А как вам ипотеку дали, если вы не работаете? Ну мы не работаем месяц, а до этого мы еще в 17-го года уже вообще-то работаем здесь, если кто об этом не знал. Гон новый, работа может тоже похудеть, и конечно обязательно. Что, что-то это? Про похудеешь. В смысле? Похудеть легко, если знаешь как. Короче, я тут пролистываю, но вроде все, все ответила. Виза не привязана к работодателю? Нет, не привязана. Да, понравилось Праге, очень красиво. Мы там получали визу, никто не навязывал. Кого не навязывал? На каком сайте искали работу? После того, так, Тинькофф дешевле. Для чего дешевле? Страховка? Не думаю. Юрий, зачем мне так? Так, так. Почему я ехала из Москвы-то? Я там никогда и не жила, собственно. Я жила в Ростове-на-Дону. Почему каждый раз у всех вопросов про то, где работать, избегаются? Почему избегаются? Я уже на Ютубе Катюра выставила, и Ситрова Наталья качает мои эфиры. Вы можете их пересмотреть, мы кучу раз отвечали, уже просто язык болит, что я работала на Амазоне. Вот, Мосван, отвечаем вам, девушка-блонинка, Мосван, для вас я работала на Амазоне. Юра работал, устраивал людей, вот как рекрутер, да? Рекрутер называется, Юра? Да. Тоже в агенции, там, праце. Мы не скрываем, что тут такого скрытно. Сейчас я говорю, мы нигде не работаем. То есть, как бы, нас устраивает на работу. Мы уже работаем. С понедельника. Тем более, я вот просто не понимаю, напишите, где вы работаете, вот, Мосван. Вам так интересно. Не знаю, кому это интересно вообще. Мы с понедельника уже работаем. Если вы купили квартиру, получите вид на жительство или что-то другое. Нет, квартира в Польше не дает вам права вида на жительство. Деньги берут до, потом кидают. За что берут деньги? Да я знаю, как работает Ронстад в Германии также. Какой процент берет себе агентство? Ну, тем более, видите, Ронстад еще в Германии у вас есть. Так, пускай в Германию переезжает ваша знакомая сразу на Ронстад. Почему нет? Нет, мы квартиру в Ростове не продали. Почему с Амазон ушли? Я отвечала на этот вопрос в предыдущем эфире, где-то, может, пять дней назад. Кстати, знаешь, скачай мой эфир, я выложу на ютуб вчерашний. Хорошо. Потому что опять будут вопросы задавать одни тежи. Пускай смотрят на моем канале. Хорошо. Я ушла, потому что там каждый месяц перепродлевали договор на работу, каждый месяц. И мне это не нравилось. Со мной нужен постоянный договор на долгий период времени, чтобы уйти в декрет. Я уже отвечала миллиарды раз. На какой у тебя срок визы, что будет по окончанию? У меня полгода, но после окончания подаваться на карту побута и здесь дальше работать. Нашли, что искали? Да, нашли кофе. Его нам перемололи, и все нормально. Какое-то тяжело в Германию переходить с Казахстана. Ну, не знаю. Ты говорила, что не хочешь ипотеку. Я говорила, что я не хочу ипотеку в России. А в Польше я всегда писала везде на сайтах, в интервью и в комментариях, что ипотека в Польше такая же, как и снимать квартиру, такая же оплата идет. Деток скоро, очень нянькой решили заделаться. Нет, ни с кем из дома два не общаюсь на 30 лет. Ни с кем не общаюсь и не хочу общаться. Нет общих интересов. Какого же в эфир позвать? Что-то кто-то был и куда-то убежал. Что такое субьёлое? Я не знаю, какой это янтарь или рубин. Это у бабушки моей спросить. Как можно быть иностранными гражданами? Действительно, вам это, конечно, непонятно. Вы знаете, что в Европе иностранные граждане наравне с гражданами, которые будут коренные граждане. Здесь нет градации. Если ты работаешь по атмосферологии, ты наравне. Короче, вы поняли. С коренными жителями. Вот так можно сказать. Тут нет такого, что «А, ты не гражданин? Не такая тебе ипотека? Какой тебе кричит?» Нет, нет, нет. Что с звуком? Не знаю, кто-то вышел в эфир, теперь ничего не слышно. Алло, алло, слышно, слышно? Прием, прием. Алло, алло. Ладно, передапрошу. Кто-то дошел. Блин, что с таком?